Мормышатина, hello! Я к вам просто с экстренным включением. Короче, мне сегодня пришел Сада Наса Насамата. Горячейшая новинка, просто супер горячая, по-моему, и месяца нет, как она поступила в продаже. И сегодня мы с вами проведем быстрый такой вот затестик. Распаковку самого аромата можете посмотреть у меня в телеграм-канале Парфсука. Найдете ссылочку в этом закрепленном комментарии. Вот, ну давайте, в общем, начинать. Я его только вот что получил, 10 минут назад, только вот что распаковал в телегу. Уже там кое-что напиздел, про что он. Ну и давайте теперь на очереди вы. Сада Наса. Вот, и это, ну короче, это, знаете, не ожидал я такой простой упаковочки. Ну, вроде она, вроде и непростая. Ну, знаете, как у Фантомаса. Тут еще была и пленка такая вот желтая, голографическая. Ну, как-то интереснее. А Садонаса просто вот такая вот история. Просто виниловое нечто. Тут еще какие-то письмена написаны. Письмо зрителям. Это письмо телезрителям. Вот, ну в общем, давайте смотреть, что это из себя представляет и с чем это есть. Ну, это видео, как всегда, снято с поддержкой РНДВ, поэтому ссылочку на Садонаса, где я его и купил, вы найдете в описании, в инфобоксе. Ну и пользуйтесь моим промокодиком. Вот, 10 квасен. Оно даст вам скидочку на весь ассортимент на 10%. Только вот я немножко, знаете, долбоеб. Я его покупал за свои кровные и забыл указать, блин, свой же промокод. Ну, я, наверное, да, лучше, знаете. Вот, блин, до чего доходит блогерская, короче, вот эта вот хрень. Забыл использовать сам промокод. Свой же. Ну, в общем, давайте начинать. Вот так вот это все раскрывается. Я за этим ароматом следил. Вот, сразу после рекламы на YouTube-канале у Масомата Гуалтери я сразу же это все выложил в телегу. Все были в шоке от рекламы. Забейте в YouTube, посмотрите рекламу. Там прям полный БДСМ. Все такие, ой, пошлятина, фу. Там уже на фрагрантике сразу же появились. Пахнет мочой. Пахнет блевот. Ну, сразу же, знаете, вот эти вот, не знаю, там какие-то православные начали писать комменты, как это все пошло, как это все пахнет говной. Ну, это нам нравится. У меня не лимитированный флакон. Вот, лимитированный флакон, они есть. Их можно достать. В Россию завезли 10 штук. Их там сразу уже выкупили барыги. На рандевухе, по-моему, был один, но уже сейчас ничего нет. И он стоил там в 10 раз дороже. Поэтому лимитированный флакон в форме члена как-то мне не обязательный. У меня и так писек много. Вот. И так вот, собственно, выглядит флакон. Мне, я вам честно скажу, мне не нравится сам флакон. Вот эта вот градуировка от черного, вот как бы белому, нельзя просто его было сделать как-нибудь поинтереснее. Там в пупырку закатать. Или с шипами полностью захомячить. Не знаю, короче. И крышка супер легкая, супер легкая, супер такая блестящая. Наверное, намек на винил. Но крышка мне как-то тоже, знаете, не понравилась. У шишек она какая-то легкая. Потому что у всех носоматов крышки, вы знаете, это особая история. Они тяжеленные. Они какие-то либо деревянные, либо полностью из пробки. А это как-то, знаете, ну слишком просто, мне кажется, для такой истории. Вот и почему бы, зачем делать лимитки в форме письки, если можно было бы сделать все крышки в форме письки. Я не понимаю, в чем была проблема. Мне кажется, потом, через время, они сделают в форме крышки письки все. Флакон. Ну что, давайте наносить. Он у меня сейчас на руке. Вот. И нанесу на себя. Короче. Сделали мы орошение с адоназой. Ну, мне кажется, все о нем слышали, все о нем знают. И все ждут какую-нибудь письку, да? Собственно, хочу вас в этом разуверить. Он стартует специевой амброй. У меня уже сразу произошел шок. Типа, какой БДСМ и какая амбра? Это разве как-то сочетается? Потом вылезают немного такие вот специи. Перец, какая-то такая вот кардамонистость. Теплинка такая. Вот где-то какая-то ванилька. Капелька, возможно, какой-то алкоголистости вылезает. Поняли? И это все на базе нудифлорума, носомата. Вон, у меня там носомата стоят. Нудифлорум у меня тоже есть. И выступает вот эта вот животная человеческая кожа. Нудифлорумовская. То есть, ну, все знают нудифлорум. Он такой, кто любит нудифлорум, этот аромат 100% понравится. За животную ноту такую, за ноту похоти, за ноту секса. Тут взят нудифлорум носомата. То есть, это вот такая человеческая потная кожа с такой вот сексинкой. Но не прям. Но не прям это животный секс. Ничего такого неприличного тут вообще нет. То есть, знаете, как будто теплая, человеческая, немного вспотевшая, похотливая кожа. Получилось. Но кожи тут самой такой нет. Именно вот такая вот именно животность. Тут так передано. Вот. Я бы сказал еще, что тут интересно. Что тут ваниль такая немножко шалемаровская присутствует. То есть, она прям такая теплая. Немножко такая колючая. И основная базовая нота тут амбра. То есть, аромат амбровый. Вот. У меня не сложилось впечатление, что это прям, ой, ну пипец. Ой, вай. Ой. Ура. Кошмар. Как это могло случиться. Ой, как хорошо, что носоматы это высрали. У меня такого эффекта шока нет. Но может посмотрим, может там что-нибудь вылезет. У меня был шоковый эффект от фантомаса носомат. Потому что это реально что-то, ну пипец какое новаторское. Реально ты не ожидаешь услышать этот напор дыни, бледыни с пластиком. А здесь такого нет. Здесь меня не удивили. Аромат теплый. Вот. Аромат такой вот. На руке он уже начал как-то примягчаться. То есть, в такую девочку-девочку теплую. В свитерочке. То есть, знаете, клубным ароматом. Я его тоже не могу назвать. Потому что в нем нету вот такого, ну как-то ничего особенного, знаете. Вот нет ничего такого вот пиздодельного. А гуалтьери у нас же любят, знаете, пиздоделить. У него везде было пиздодельненькое. А здесь уже то, что мы уже слышали. То есть, от бараонда взята вот эта вот алкоголистость. Вот эта вот теплота. Вот эта вот амбровость бараонистая. Вот такое вот все. Поняли? От нодифлорума здесь взята животная такая вот нота. Нота похоти. Именно в человеческом плане. На коже такая вот животная нота классная. Ну, специи добавили. Как будто еще шоколадка тут есть. Такая вот сладкая нота. Ну, шоколадка у нас была и в бараонде. Ну, не знаю. Не знаю. Буду разнашив с БДСМом. С такими вот БДСМ практиками. С такими вот прям нереальными клубами-млубами. Тусовками. Он у меня не очень ассоциируется. Потому что в нем нету вот этой вот пиздинки. Здесь нету вот этой вот неформальной пиздинки. Которая в галтерии нас постоянно радует. Здесь все как-то обычненько. Здесь все как-то прилизано. Здесь все как-то очень воспитано. В общем, знаете, пока что менее разочарование. Услышали то, что не ожидали. Услышать точно. Потому что я ожидал какого-нибудь нереального посыла. Какой-нибудь либо нереальный нотой латекса. Ну, тогда она тоже немножко читается. Знаете, из фантомаса. Как будто тут взяли вот эту вот пластиковость. Он именно стартует. Вот этой вот пластиковостью. А так. Ну. Не знаю. Стойка. Тут 100% будет заебическая. Вот. Не знаю, короче, девочки. Буду разнашивать. Поэтому пишите. Кто еще пробовал садонаса. Напишите, как он вам. Вот. Не верьте никаким отзывам на фраграде. Потому что у тех, кто пишет отзывы, у них еще нет флакона. Он только вот у меня в России появился. У первой. Вот. А у них там это. Фигня какая-то. Они там из головы придумывают отзывы. В общем, девочки, не знаю. Такая. Я бы назвал это моим разочарованием. Парфюмером. Но буду разнашивать. Буду смотреть. Может, я как всегда поменяю мнение об этом аромате. Поэтому фиг знаю. Кто хочет, берите. Вот. В принципе, аромат не противный. Но он не шокирует. Он не шокирует. Ну, табачность какая-то такая. Вот есть удовость. Небольшая дымность. Ну, не знаю. Девочки, я не охуел. А я хотел охуеть. Вот как-то так. Ну, что. С вами был Як Васин. Идите, смотрите. Распаковку в Телегу. Парфсук. И найдете ссылочку в закрепленном комменте. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. А я пошел разнашивать. Думаю, может быть, через месяцок расскажу вам поподробнее. А может, и нет. Если он так же меня не будет шокировать. Не будет. Но, в общем, я не удивлен. Я не удивлен. Я не в шоке. Обычная такая проходная штучка. Ну, все. С вами был Ян. До новых встреч. Люблю, целую. Пока-пока.